Привет из Магадана, был ли ты в наших краях? Да, был я в Магадане в 1993 году, никогда не забуду эту поездку, 46 градусов мороза, но мороз сухой такой, правда ветер сбивающий с ног, но ничего, мы с друзьями играли на центральной площади Магадана в футбол ледышками, это я запомнил. Интересный Магадан, конечно, интересный, кровью пропитанный потом заключенных, но, конечно, другая планета. Что вы думаете о Рудольфе Нурееве, считаете ли вы его предателем, согласны ли вы тем высказываниям, что творческий человек не может творить в клетке? Я изучал творчество Рудольфа Нуреева, правильно, Нуреева, я много разговаривал о нем с моим замечательным другом Романом Григорьевичем Виктюком, который в свое время поставил прекрасный спектакль о Нурееве, я даже книгу читал о Нурееве. Я считаю, что это был великий танцовщик, который, как любой великий талант, не мог творить в условиях, когда ему диктовали, что танцевать, куда ехать, куда возвращаться и так далее. Безусловно, у него была родина, которую он очень любил, у него была мама, которая, насколько я помню, даже на похороны. Он безумно тосковал по своим местам, по татарии, но, опять-таки, он принадлежал уже всему миру, потому что люди такого планетарного масштаба, как Нуреев, они не принадлежат отдельно взятому городу, селу или стране. Талант Баха не принадлежит Германии, он принадлежит всему миру. И талант Микеланджело тоже не принадлежит Италии, он принадлежит всему миру. Точно так же и Нуреев. Не хотели ли взять интервью у отца Зеленского и Саши Пикалова из квартала, который играл Януковича? Значит, с Сашей Пикаловым мы уже договорились на интервью, я с удовольствием это сделаю. Замечательный парень, замечательный. Один из лучших в квартале, очень интересный, открытый такой рубаха-парень. Прекрасная жена у него, Ирина, одна из руководителей квартала. У отца Зеленского это тоже очень хорошая идея, я об этом подумал недавно, когда прочитал интервью с ним на сайте страна.юэй. И я, конечно, об этом думаю и уверен, что буду пытаться это сделать. Продолжение следует...